Приветствую, друзья! Небольшому, но амбициозному бренду Juzir теперь тоже есть чем нас порадовать. Совсем недавно, заручившись поддержкой англоязычного блогера The Treview, они представили свои четырехдрайверные гибридные наушники Defiant, внутри которых трудится один динамик самого последнего поколения, сдвоенная композитная арматура и еще один арматурный излучатель, сделанный на заказ и предназначенный исключительно для высоких частот. Рассветки бывает две, у меня, как видите, радужный микс. О них и разговор. Поехали. Пришли наушники в средней по габаритам коробке со списком из технических характеристик и заводским графиком АЧХ. В комплекте была документация, компактный бокс, трепочка для ухода за наушниками, какая-то фигурка на стол, пенки и два набора самых простых силиконовых амбушюр. Их я рекомендую заменить хотя бы на популярные KB07. Кабель на вид достойный. Его, кстати, можно приобрести отдельно. Он гибкий, витой, со смейным штекером сразу на 3,5 и 4,4 мм джек. По сопротивлению же это вполне адекватный 18 сотых Ом на каждой из жил. Менять такой точно не нужно. Чашечки полностью из гипоаллергенной смолы, с металлическим звуководом, отверстием для компенсации, направленным вверх и интересно так оформленной внешней частью. Сидят они удобно, да и смотрятся весьма презентабельно. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно вальяжный по скорости затухания импульс. Незначительные расхождения между каналами и искажения в пиках достигающие 3%, что, конечно, многовато. Фаза более-менее нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы, как обычно, можете рассмотреть на соответствующих графиках. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9,5 дБ, аккуратный такой заход на середину, аналогичную по амплитуде область разборчивости, пик на имитации ушной раковины, куда более добротный на псевдодетализации и верха, затухающие где-то после 15 кГц. Как видите, это очень похоже на знаменитый T-Audio Hype 4, а следовательно, лучше просто не бывает. На слух Defiant мне показались ровными, с легким аналоговым окрасом, довольно естественной атмосферой и неплохим балансом частот. Бас здесь густой, в миру глубокий, эффектно заполняющий собой пространство вокруг, но не наваливающийся и не создающий эдакого эффекта кучности или ваты. То есть прекрасный весомый низ, но без сверхбыстрых атак и прямо выверенных текстур. Серединка на капельку оттеняется своей верхней половиной, что, кстати, добавляет ей эдакой искристости и чуть-чуть подчеркивает разрешение. Наверх же акцента почти не делается, но все что надо там есть и всего хватает. Без сибилитивных призвуков, колкости или какой-нибудь грязи. Рекордов по выразительности и разборчивости модель тоже не бьет, но воздуха тут достаточно, прекрасная передача нюансов, высокая динамика, грамотно согласованные микро и макроэлементы и хорошо выраженная мелодическая составляющая. Да, с тем самым магнетизмом, эмоциями и слегка ощутимой тамбральной красотой, что для их сегмента совершенно немыслимое достижение. Подача здесь с приятным теплым флером, объемом, глубиной и, к сожалению, легкой недостачей акустической массы. Что, правда, с лихвой компенсируется четкостью и бустом в плане разделения инструментов. Напомню, в бюджетном сегменте почти не бывает всего и сразу, что-то приходится выбирать. Так, Define скорее музыкальные с уклоном в передачу деталей, чем техничные или мониторные. То есть, прямо аналитической ясности и честности тут нет. Пусть и при неплохом разрешении, выразительности и согласованности частот. Они больше про мелодику и комфорт, чем про частоту и экспрессию. В сравнении вот только вышедшие NF Acoustic NA20 мне показались уж слишком свистящими и простыми. А вот C Audio UMI4 наоборот тамбрально богаче, но с акцентированием не верхней, а нижней части средних частот. А значит, в сравнении с другими, куда более дорогими новинками, Define, скажем так, на высоте. Единственное, кому герои обзора прямо сильно уступили – это Tangent Origin. Где и веса побольше, и разборчивость выше, и масштаб, и мелодическая часть, и восприятие всяких нюансов звукоизвлечения. Хотя там и ценник гораздо выше. Так что это было вполне предсказуемо. Вывод же здесь предельно простой. Для своей цены Define ну прямо очень хороши, однако без разрывов шаблона и убийства флагманов. Излучатели почти идеально подогнаны друг к другу с еле заметным недостатком массы на середине. Но это я уже, наверное, придираюсь. Для сотни долларов модель ну просто топ. По стилистике им не под силу только что-то прямо критически требовательное в плане текстур и отработки на скорости. С удовольствием слушал в них джаз, много рока и электронной музыки, а также кое-что из академического. Эшелонирование не скажу, что идеальное, но глубина у сцены есть, все образы прекрасно читаются, да и артикуляция с позиционированием, на мой взгляд, на высоте. Слушается это приятно. Звучание собранное, выразительное, с вполне ощутимой мелодикой, драйвом и эмоциональной частью. Итогом наушники Juzier Defined прекрасно смотрятся, удобно сидят, неплохо согласованы по излучателям, с богатым комплектом, чуть превышающими норму искажениями и просто гениально настроенной АЧХ, прямо как у дорогущих T-Audio Hype 4. Звучит же модель по аналоговому теплу, естественно, в меру выразительно, с очень неплохой прорисовкой, искристостью на верхах и чуть ли не идеальной согласованностью в плане частот. Сцена к нам особо не выдвигается, зато с прекрасным позиционированием элементов и тем самым ощущением ее пространства в глубину. Понятно, что наушники бюджетные, так что какого-то масштаба, изысканности и супер разборчивости здесь нет. Но, даже имея на руках решение в пять раз дороже, они дарят исключительно положительные впечатления. Не прямо огонь, но очень достойная модель. А у меня на этом все. Это были наушники Juzier Defined. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме, на которые нужно подписаться. Всем, друзья, добра! Субтитры создавал DimaTorzok